Лучшие игры, огромные скидки и самые низкие цены. Всё это в магазине yurachgames.ru Теперь ты знаешь, где покупать. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юроч и Энтони. И сегодня у нас продолжение Баррикарикс. Привет всем, ребятушки! Боб, Боб, я вчера разговаривал со своим дедом. Знаешь, что он мне сказал? Нет, не знаю, Майкл, говори. Он сказал о том, что где-то вот в этом вот каньоне прячется в горах. Ну, точнее, заброшены два танка советские ещё. Понимаешь, в чём дело? А как они оказались в пустыне и в Техасе? В Техас их отправляли на захват каких-то войск там, я не знаю каких. О, Господи! Что-то типа такого, короче. История об этом умалчивает, но дед-то всё знает, понимаешь? Ну, либо у него горячка была, я не знаю. Нет, я вчера по телеку видел, что есть, короче, магнат, у которого просто там три ангара с оружием всего, что только есть в мире. У него, кстати, тоже 34-ка боевая. Так что, в принципе, неудивительно, что у нас в Техасе есть эти танки. 34-85, он сказал, там где-то заброшены, но это не точно, короче. Ну, давай съездим, проверим на эту местность. Он мне на карте начертил, то есть рисуночек примерный. Вот. А ты уже рассказал друзьям нашим, что у нас новый эти, эвакуатор один, один, вон он. Да, ребята, мы, короче, продали Бэху и на вырученные бабки купили себе, получается, вот такой здоровенный эвакуатор, который, в принципе, может сделать тебе намного больше. Да, и мы решили, почему бы нам вместо машин не таскать всякий такой вот металлолом наподобие танков, ёпси. Да-да-да. Так, окей, ладно, давай, я за тобой. Показывай, куда ехать. Давай я лучше за тобой, брат. Карта у тебя. Я тебе передал её, в машине лежит. Всё, получил смс-ку, погнали. Да, смс-ку ёпси. Так, у меня, правда, длинный, я не могу быстро ехать. А ты, главное, не развались по дороге, потому что на местность нам не везёт. Ну, а ребята, приходится из штата в штат ездить, чтобы зарабатывать. Хочешь жить или вернуться? Да, ребята, так что поддержите нас лайкосом обязательно, что-то у меня эвакуатор мой всю эту землю собирает. Это печаль. Кстати, я вижу, что куча там обломков после тебя. Надеюсь, что они не подносрут нам на обратном пути. Надеюсь, да. Оу, здесь магистраль, смотри, чтобы не шибли. Хотя, в принципе, здесь машин не так много. Ну, по карте я заметил, что, в принципе, нам не так далеко ехать. Ну, надеюсь, что мы быстренько с этим справимся. Опа. Так, где-то здесь. У меня уже есть покупатель на танк, если мы вдруг его зареставрируем нормально. Ты серьёзно? Опачки, смотри, как случайно я на них наткнулся. Ё, ё, так они сразу с дороги видны, братан. Да, это очень странно. А как мы раньше их не видели-то, а? Может, здесь были какие-то кусты, но они исчезли? А почему бы они исчезли тогда? Не знаю, ветер дует тут нормальный. Я как-то сломал. И сломал свою лебёдку, обидно. Блин, подожди, я вообще что-то подзастрял здесь, по-моему. Сейчас ты меня ещё будешь вытягивать. Давай, не надо, успокойся. Так, подожди. Вот тот рыженький явно на меня смотрит. Смотри, чтобы он не шарахнул, хотя это не точно. Надо посмотреть на повреждения. Слушай, танки в целом целые, но придётся поработать. Металл уже ржавый. Да капец, нам здесь реставрации, не знаю, на неделе три точно. Так, подожди-ка. Обалдеть. Если я хоть взгляну на это. Слушай, а в него здесь можно? Ни хрена себе смотри. Привет, Майкл, привет. Смотри. А-ва-ва. Он что, ещё рычит, что ли? Да, движок работает, прикинь. Да ладно, он сколько лет здесь, мать его, лежит. Ну, оу, тихо. И ещё не сох. А почему этот Т-34 такой белый был, а? Я не знаю. Видимо, видимо, откуда-то его из зимних сторон пригнали. Да-да-да. Видимо, он скамуфляжный был. Так, а у меня вот такой япона-макарона. Обалдеть. А что у него за обрубок? Это фугасница. Что у него за обрубок такой вообще? Ёперный театр, а? Короче, ты болтай, а я уже работу начинаю. Хочу бабок поскорее. Ладно. Ты всё о бабках только думаешь. Ну да. Нет бы подумать о том, что откуда они здесь зелись, эти танчики. Ну да ладно. Это не столь важно для меня. Да. Так, ну я готов. Пойди, я только ещё назад пытаюсь сдать. Самое главное, чтобы он пытался ехать. Ой, какой он тяжёлый. Ага. Как будто ты сам его тащишь, ёпси. Да-да-да. Чё-то мне кажется, если я на твою деталюшку наеду, это всё, филя комедия. На какую деталюшку? У меня нет деталюшки. Вот, всё, ты восстановился. Отлично. Так. Слушал. Еле ползёт. Смотри, что с танком. У него обшивка отваливается. Подожди, мне некогда. Я цепляю здесь тоже уже. Ой, я боюсь улететь в космос. У меня погрузчик дрифтует. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо, короче, будет его продать и купить один... Вернее, второй большой, походу. Блин. Что? Пытаюсь подтянуть, но чё-то как-то... Так, вот так. Вот, 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 вот. Вот, вот это хорошо. Почему-то у меня один опускается. Вот. Вот так натяну. Я его поднять не могу, прикинь. У меня мощностей не хватает. Серьёзно? Не, мощностей у меня хватит, наверное. Это всё-таки наш новый. У него грузоподъёмность там больше, явно. Так, давай, разворачивай, разворачивай, разворачивай. Если что, брат, я вернусь. Походу, да. Смотри, я не могу. У меня мощей не хватает. Так, тихо, подожди-ка. Ой-ой-ой, ой-ой, как же тяжело отсюда выезжать-то, а. Главное, чтобы у меня лебёдка сейчас не оторвалась у самого. Так, у меня уже оторвалась одна. Ой, как хорошо ты его тащишь-то, а. Вроде я спокойно, да, братан. Но не зря мы купили эту махину нашу. О, на четвёртую передачу сразу, что депки встали вместе с танком. Да, смотри, не убей наш эвакуатор, нам ещё работать на него, пока мы танк не продадим. Это точно. Так, ещё чтобы на хавку хватило. Так, сейчас я довезу и, если что, вернусь, если тебе надо. Давай-давай, мне нужна будет помощь, потому что такого я не ожидал вообще. Так. Ну, мне к вам на саму доехать, потому что он хрупкий очень, надо его живым вообще довезти. Блин, тут ещё горочки подъездом. Говорил тебе, другую мастерскую надо брать. Лучшее в этом районе. Да? Лучшее в этом районе, мамма миа. Так, брат, ну я вроде доставил. Давай, я ползу. Опа, тихо. Я прямо здесь его сейчас отстегну и к тебе выезжаю. Вот это вообще жесть, вот это сложно. Ты уже доехал начинать? Да, да, да. Обалдеть. Я уже всё, я уже отстегнул все крюки, всё, я здесь оставил. Давай, я сейчас к тебе выезжаю. Давай, мы ползём. У меня вроде погрузчик всё-таки справился. Мой. А, всё-таки справился? Ну давай, я если что, проконтролирую, чтоб не это. Да, полтанка рассыпалось, но это, в принципе, нормальное явление. Да, нам всё равно его реставрировать, поэтому как-то так. Восстанови свой танк, пожалуйста, а то я чувствую, на твою деталюшку сейчас наеду от него. Так, подожди-ка. А что, там деталюшек много? Да, 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 быстрее давай, мне нельзя скорость сбрасывать, иначе я не заеду. Давай, давай, вот он. Вот, хорошо. Всё, 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 нормалёчек. 20 км в час, кое-как, пригорочек, давай, тащи, тащи. Как тус убиться? Братишка, ну ты вроде справился там, я смотрю. Обалдеть, короче, надо его либо прокачать, поставить ему движок, не знаю, дизель какой-нибудь, 12. Давай вот здесь рядышком, рядышком прям встать. Только не коснись моего танка. Не коснись, не коснись, я ещё не доехал. Давай вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот видишь, где я, смотри. Да вижу, я вижу. Вот сюда давай. Обалдеть, он... Обалдеть, он медленный. Давай, братишка, у тебя же на дыбы машина встаёт. Всё, давай, давай, стоп, 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 я отстёгиваю. Ой, да ладно. Всё, отлично вообще. Это было жёстко. Ух, ребятки, самое тяжёлое всё-таки прошло успешно. Мы спокойно забрали эти два танка. Ну а теперь осталось их отреставрировать и посмотреть, на что они вообще способны. О да, ребята, погнали за приятную работу. Итак, ребята, вот он наш подопечный, ждёт, когда же мы его подлатаем. Танк 34-85, легенда Второй мировой войны. Что ж, хорошо. В советах умели строить, как говорится, на славу, поэтому нам остаётся только его подкорректировать и вернуть ему былую славу. Что ж, окей, давай попробуем из чего-нибудь интересного сделать его. Конечно же, сталь, по-любому должна быть сталь. Так, окей, вот это я думаю, что мы тоже сейчас поправим. Это, я так понимаю, аналог гусениц. Кстати, на днях, вернее, не на днях, я вчера построил свою первую машину. Получилось довольно-таки неплохо. Поэтому, если хочешь увидеть серию, где я буду строить построечки свои, то обязательно пиши в комментариях, ставь лайк. И, возможно, я соберусь и сниму для тебя эксклюзивное видео от себя. Конечно, это будет немножко долго, немножко сложно, но, тем не менее, я думаю, что мы всё равно справимся. Так, окей. Думаю, что нужно будет его всё-таки перекрасить, так как у нас до зимы далеко, и да и вообще в Техасе зима не так часто. Поэтому, поэтому сегодня всё-таки что-то сделаем более-менее нормально. Так, скажи мне, пожалуйста, почему, почему ты не цепляешься? Очень странно, я не знаю, как оно здесь крепилось, но почему-то моё колесо не крепится. Это странно. Это очень подозрительно странно. Так, давай тогда попробуем тебя развернуть. Да, смотри, как интересно. Хорошо, получилось здесь всё хорошо. Ставим дальше гусеницы, будем считать, что это гусеницы, потому что Брикликсе гусениц нету вообще по определению. Это очень печально, но с этим ничего не сделаешь. Так, хорошо, давай мы тебя развернём быстренько. Опа, отлично. Сейчас мы сделаем из тебя конфеточку, мой хороший. Так, окей, а вот это дело уже... Так. И вот так. Мы с вами не заспаунили одну часть. Вот эту вот, хорошо. Сейчас на место поставим тебя, надеюсь, или нет? Или ты не хочешь на место ставиться? Так, вроде получилось. Вроде хорошо. Вроде стоит. Отлично, турбину мы тоже починили с вами. Так, что у нас здесь есть ещё? Камуфляж, ребята. Как я и говорил, нужен камуфляж. Давайте посмотрим, что у нас есть из раскрасок. Пиксельный вот такой, может, танчик сделать. Довольно-таки прикольно, кстати, смотрится. Вы посмотрите. А, и, в принципе, даже в пустыне будет его видно. Но раз у нас в пустыне, может, у нас есть что-то более-менее подходящее. Всё-таки нужно скрываться. Да, пустынный раскрас есть, ребята. Вы посмотрите, как он круто смотрится. Так, колёса. Колёса, колёса, колёса. Колёса должны быть... Ай, белые. Немножко зафейлил. Окей. Вот так вот. И что у нас тут будет? Ага. Так они чёрные. Чёрные катки, как чёрные, получается, этим. Гусеницы. Окей. В принципе, мне нравится. Чё бы нет. Отлично. Всё отлично. Меняем с этой стороны тоже. Так, давай, мой хороший. Опа. Хотя, вот так вот было, да. То есть, они стальные катки. Слушай, круто получилось. Мне кажется, что сюда даже можно поставить антенну. Надо только найти, куда её можно присобачить. Декоры вроде. Да, вот она. Так, куда, куда поставим? Так, это слишком низко. А повыше можно? Или повыше цепляться некуда? Повыше цепляться некуда. Вот как печально немного. Так, окей. Вот так вот. Это где будешь? Там будешь. Там нам не надо. Это что у нас? Ну, пускай вот тут стоит сзади где-нибудь у нас антенна. Она, в принципе, как раз будет вот так торчать. Как-то непонятно. Она немножко стоит. Но я думаю, что это не страшно. Ну, в принципе, в целом, вот такой у нас пустынный танчик готов. Ребята, Т-34-85 снова дышит. Снова новая жизнь у него. Давайте его обкатаем по пустыне. И посмотрим, на что же он способен в этих условиях. Погнали. Ну что, Майкл, зацени. Красотища-то какая. А ты сделал под пустынку, да? Да, да, да. Сначала думал зеленую. Ну, у тебя был белый, кстати. Да, нормальная тема. Белый, да. Вообще четко, да? Вообще четко. Это пустын, и теперь орел наш будет. А у тебя все-таки такая легендарная классика, да? Да, да, да. Легендарная классика. Я даже не стал его переделывать. Потому что цвет вообще просто после убрания этой ржавчины, он просто меня затмил. О, да. Так, окей. Я теперь думаю, нужно устроить небольшой тест-драйв, покататься по горам. Посмотреть, на что он способен. Оу, пушку, ты видел, как я сделал пушку-то? Она же у меня была вообще малюсенькая там. Ну, да. Так, а он задом не ездит, да? Так, хорошо. Не стреляй. Давай, давай, давай. Блин, а... Надо было для теста какие-нибудь это... Ну, хотя мы можем друг друга перестрелять, потом просто подделать и продать. Да, 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 вполне. Я думаю, что можно было, конечно, пошаманить еще с движком. А то что-то проходимость у него вообще не для этих районов. Да, что-то как-то он очень медленно ездит. Ну, а ты что хотел? Сколько лет, в принципе, этому танку-то? Ну, да, да, да. Что мы хотели-то от него? В принципе, да. Ну, самое главное, до трассы добраться. Там, мне кажется, будет ему уже полегче. Да, ну, сейчас проверим сейчас. У меня прям такие хромированные диски. А у меня на солнце вообще светик-то переливается, прикольно смотрится. Воу, он даже дрифтить пытается. Ты доехал где-то там? Да, я здесь. Ты направо пошел? Да. Да, ниже, да. Да, рядом встанем, устроим гонку на танках. Гонку на танках? Ты, брат, издевается, по-моему. Бум! Гонку на танках, это, мне кажется, сильно, блин, куда ты поехал, тормози. Вообще четко мне нравится, прям как танк выглядит, прям вообще топово. А, он назад не ездит, я понял. Да, он назад не ездит. Че, давай, гони уже. Да, давай. Он у меня катится просто сам, понимаешь? Я даже ничего не жму. О, господи. А теперь жму. Погнали. В гору! Еху! А он заедет в гору вообще? Не знаю, слабок кактусом, что же. Кактус? В меня не покой. Да, не. Ой, как медленно-то. Но, все-таки машина-то не везде проходимая, так что... О, кактус уничтожили. Они себе выполнены. Песчаные грунты, конечно, здесь что-то с чем-то. Ох ты, нифига, я 360 сделал. О, давай на бабушечку, брат. Ну-ка, как она будет смотреться? Ну-ка. На! Слушай. Да, такое же осталось. Ты рассыпался у меня. У меня весь удар принял, короче, фальшборд. Ха-ха-ха. У тебя открывашка, слушай, опять чили придется. Ха-ха-ха. Чили, чили, чили. О, я смотрела тебя там, напарник, и ну что за бомжаты возишь? А кто это вообще? Я не знаю, тут я вам спросить, изменяешь мне, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Кто ты вообще? Я не понял, а кто это? Он сейчас сидит в триплекс, смотрит, смотри. Да-да-да, что это такое вообще? А у тебя есть? Сейчас посмотрю в салон залезу. Что-то я не обратил внимания. Нету. А я один, да. А у меня кто? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эй, Иваныч, ты чё там сел-то бы? А-а-а, точно Петрович, а не Иваныч. Ха-ха-ха. Походу мужик. Он ещё взялся руками за чё-то там, понял? Так я говорю, триплекс, наверное. Башню-то свесло. Это что за дичь вообще? Эй, выходи. Ну-ка, вышел быстро. Руки поднял. Так, подожди. Сейчас мы его возьмём. Эй. Ты хочешь его убить? Так он не убивается, прикинь. Ха-ха-ха. 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 Это просто типа, знаешь, с тех времён он как прилип, наверное, к этому триплексу. Так и остался, походу, да? Думаешь, скелет? Вполне возможно. Скелетик, да. Да уж. Ну что ж, Майкл, я тебе предлагаю уже продать эти танки. У нас будет больше бабла. Возможно, мы себе купим вертолёт и, в принципе, расширим свой бизнес дальше. Да, согласен полностью, но да, у меня есть уже покупатель, поэтому мы ему легко их продадим, тем более такую красоту. Давай проверим твою броню. Стой. Да, проверяй. Она есть, слушай. Есть? Да. Ну, конечно, есть. Это же Т-34. Три. А давай вот так вот, чтоб честно было, и ты восстанавливай свой, и будем просто отстрелять друг в друга и проверять. Готов? Да. Ха-ха-ха-ха. В НЛД пробил. В НЛД, мать его. Что-то, что-то как-то быстро он умер. Да, да, да. Это просто прицельный выстрел попал. Да, да, видишь? В НЛД убивает сразу. Да, он и так рассыпается у тебя, да? Да. А, ну что ж, ребята, на этой ноте мы заканчиваем. Если вам понравилась реставрация танков и вообще наша рубрика, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидите еще больше интересного. Да, ребятки, всем до скорой встречи и пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 바